Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим Снайпер Элит третью часть. На моем канале недавно появился гайд как запустить игру Снайпер Элит 3 через мультиплеер. То есть в принципе хороший такой злом при помощи сайта Copland. Давайте посмотрим, вот как видите, даже сейчас вам покажу. Сервера загружаются, на любой из них можно зайти, поэтому все нормально, то есть все работает прекрасно. Давайте посмотрим, ну минут 20 наверное кампанию, и тогда я уже определюсь, стоит ли ее проходить или нет. Новая игра. Стрелок. Большая часть Европы сокрушена железной пятой оси. Союзники вынуждены отступать. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал – это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью. Что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска Осии встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне. Узкой полоской беспощадной земли между Средиземноморьем и Сахарой. Настал век механизированных сражений. Здесь царят танки. Я зашел на берег в Тобруке. Транспортное судно привезло подкрепление. Юноши, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска Осии снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Удержать Тобрук. Как вы поняли, действия игры разворачиваются в Африке во время Второй мировой. Девушки отдыхают в Африке во время Тобрук. Снайперы! Снайперы, срочно на стену! Так, ну... Выглядит неплохо. Ладно, пошли. Снайперы, срочно на стену! И вот это главная фишка игры. Давай, до свидания, парень. Это сердце. Хорошо. Продолжение следует. Все выглядит довольно неплохо, но и не очень хорошо, по крайней мере. Так, давайте посмотрим на карту, нам нужно пробраться, судя по всему, в какой-то укрепленный лагерь. Я пригнулся, и меня не услышали. Тихо, дурак. Ой, какой неудобный прицел, это просто жесть. Вас можно как-то лутать? Ага, кнопочка из Z. Ничего не найду. Так, с этих лутать нельзя. Пора достать в ворот. Ага. Индикаторы. Так, вот там еще какой-то парнишка. Такой вроде бы. Спокойно. Не стоит горячиться. Так, а что там? Перезаряженный у меня. Да. Хорошо, пойдем дальше. Куда нам, кстати? Куда-то сюда, наверное. Ага, что-то есть. Ну что, может, немножко экшончика? Или все-таки по стелсу. Такс, ну давайте по стелсу. Так. Спасибо за субтитры. umu. Давай, гад�ства. П Khalida. Ага. У funcionала. Сейчас. С mythology был помочь. Вот. Сейчас. Давай. । Никакого шума. Блядь. Хорошо. Хорошо. Этих облутать нельзя. Так. Давайте дальше пробираться. Ну стелс такой нормальный. По крайней мере это самое начало. Я думаю дальше будет сложнее. Но пока нам дают действовать по стелсу. Будем действовать по стелсу. Там расчет долбит. Обойдем его с тыла. Плохо. Там меня кто-то палит. И палит только в эту сторону. Поэтому. Сейчас мы его короче по тихому заберем. Пока они будут стрелять. Тихо. Просто человек стелс. Хорошо. Хорошо. Я не очень люблю стелс в играх. Но тут по крайней мере пока как-то он такой. Интересный. Так. Нужно продвигаться дальше. Чем-то игрушка похожа на вот этот Tomb Raider тринадцатого года. Туда. Нет. Туда нельзя. Сюда кто-то палит. Блять. Поливай. Офигеть. То есть он не понял, что у него влетело три пули, да? Это забавно. Не очень умные враги. Я еще и целюсь так не очень. Поэтому они явно не очень хороши. Но по крайней мере они достойны уровня. То есть я в принципе выбрал средний уровень сложности. Бля. Небать ты везучий. Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину. Хорошо. Сейчас пойдем проверим вершину. Кстати смотрите каску пробило. Это классно. Тааакс. Че тут у нас? Я думал тут какие-то патроны. Нет. Че-то я очкую ребята. Я знаю, что тут уже никого нет, потому что я все зачищал, но тем не менее. Опа. Прыжочки. Не видно какие самолеты летают. Такс. Ну это Безекрофт. Скорее всего третий. И тигр. Снайпер элит 3 Африка. Неплохое интро, неплохое введение. Стелс просто очень и очень хорош. Мне нравится. Так. Рядовое almost dead. Ну ака. Повышение звания. Рядовой 1 ранга. МП 40 разблокировано. Динамит разблокировано. Эх. Да. Наверняка очень отлично. Очень важные какие-то штуки. Так, бонус стрелка. Собрано детали. Бесшумные убийства. Убийств 22. Помечено 0 врагов. Смен позиции 1. Дополнительных задач не выполнил вообще. То есть тут еще какое-то собирательство есть. По ходе миссии. Они следят за генералом Францем Валеном. Безжалостным протеже Гитлера. Который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в огружении Валена молчит. И они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения. Оазис Габерун. Транспортный узел оси. Через него проходят отряд разведчиков. И шпионы. Мой союзник темнота. В этом районе несколько офицеров. Отсюда я и начну поиски. Ясно. Вокруг озера несколько холмов. Как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь. Он оставил след. И я его найду. Так, ну это уже большая серьезная миссия. Я вам скажу. Так, а я могу что-то выбрать. Поменять. Вкладка сложность. Погнали. Мне бы еще глушак, конечно, на мою винтовку. Но такие винтовки, к сожалению, глушаки не делали. Ну, естественно, чтобы они не гробили точность и дальность выстрела. Вы что, смеетесь, что ли? Отлично, подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Тихо, ты. Звук выстрела. Ага. В этом месте лучше достаточно. Я в него тут не потопил. Ну, что вы сказали, что тут пора уходить. Да ясно. Уходим обратно в мои любимые кусты. Такс, выбираем какое-то более-менее тихое оружие и ждем, пока успокоится все. Я почему выстрелил второй раз, потому что думал, что я его не убил. Потому что пуля не полетела. Но это был смертельный выстрел. Даже если я не попал ему в сердце, я... Бля, с такого расстояния я не попаду. До новых встреч! Маму? 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 Да, проверяй. Ну шо, со стелсом в принципе не сложилось. Ну я думаю эти парни уже никому не расскажут. Про то, что они тут видели, правда? Так. Пробираемся. Потихонечку. Помаленечку. В палаточку с офицером. К офицеру точнее. Обыщем его. Забрызгал тут тебя, конечно. Так, генерал Кофф, по вашему приказу я положил карту офицерских назначений. Так, знаю, это квестовый предмет. Я думал тут какая-то история будет. Но нет. Так, ликвидируйте офицеров. Да не хуй петь. Ликвидируем чё тут. Проблемы, что ли. Полегче, парень. Хорошо, что хоть они не сразу палят. Сейчас с вышки пощелкаем. Кого достанем. А чё, а как это взять? Я чё-то не вижу никого. Обидно. А не, в уходе. Ебать, ты живучий. Да ты там один был. Ё-моё. Так, ладно, переключаемся, пожалуй, обратно на моё тихое оружие. Потому что... Шумное, шумное падло. Винтовочка моя. А для снайпера шумное оружие это очень и очень плохо. Такс. Хорошо, нам нужно убить три офицера. О, один из них прямо тут где-то. Это мне нужно обойти это всё счастье. И там, скорее всего, какие-то бараки. Сейчас посмотрим. Да, тут какие-то бараки. Но людей я как бы не наблюдаю. Они на мини-карте не так. Значок глаза показывает вашу незаметность. Так, хорошо. Я просто незаметен. Что там такое, блин? Ясно, понятно. Такс. Чё-то ты, пацанчик, походу домой не вернёшься с этой войны. Мне так кажется, почему-то. Ну где ты там? Спускайся уже. Наружено тело. Бля, плохо. Идёт куда-то. Куда же ты идёшь? Тихо, балбес. Ты мне ещё пошуми тут. Я твой труп ещё изнасилую. Будешь шуметь, понял, выродок? Не, ну этого зоркого надо было решать. Потому что он какой-то охеревший вообще в край. Такс. Вот там у нас уже находится офицер. Давайте повтыкаем, чё есть у этого парня. Палатки, да? Ладно. Давайте продвинемся куда-то... Куда-то сюда. Чтоб можно было палатку нормально рассмотреть. Жалко, что тут на все камни нельзя залазить. Хотя я думаю, этого чувака мы по-тихому гроб. Потому что... Судьба у него такая. Блядь. Не палюсь вообще ни капли. Так. Потому что... Правильно Чё там переживать Спокойное дежурство Обычный обход постов Да, пацаны Всё в порядке Очередной день в Африке Блять Палево Кто-то меня с горочки спалил Снайпер Ах ты сука Если б я тебя ещё видел Ну да ладно И там снайпер Да мать его ёб Короче у нас проблемы Потому что я слишком многое упустил Не шуми петушок Не шуми петушок Упс Хотел сказать в каске родился чувак Но нет Хорошо Так, ну что ж дорогие друзья 30 минут Я в принципе до этого офицера добрался До следующих там ещё Идти И ползком ещё Километр 4 Ну вот такая вот игра Снайпер Элит У нас третья часть Миссия Африка Довольно таки интересная Графика Что можно сказать по графике Графика хорошая То есть играть в игру приятно Никаких нареканий по поводу графического движка нету Всё выглядит очень и очень хорошо И очень приятно Стрелять Стрелять интересно Но нужно привыкнуть Потом стелс Стелс мне довольно таки понравился Даже вот не хочу как-то в экшон упираться Хотя тут Предусмотрен этот вариант Но тем не менее Вот знаете Давайте пойдём ещё того снайпера Ёбнем Который мне житья не давал Потому что он не хороший Просто нельзя быть таким человеком Вот Понимаешь Нельзя быть таким ублюдком Вот Вот такая вот игра В принципе Снайпер Элит На моём канале есть гайд Как её можно установить Где её скачать И чтобы можно было играть по мультиплееру То есть почти официальная игра Только к сожалению без дополнений Но повторюсь На сайте Copland Там есть Там постоянно выходят новые версии игр И это только не по поводу снайпера Там очень много игр можно раздобыть Вот Для того чтобы поиграть Для пиратов там в принципе рай Что ж дорогие друзья Всем спасибо за просмотр С вами был Марс До новых видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok